Приходит очень много вопросов, спрашивают, как вот то сделать, как вот все сделать. Я же, я же, я же, рассказал, что у меня имеется сайт Малахов Проб, на этом сайте выложены мои книги, которые вы можете почитать и найти ответы на ваши вопросы. Как там после инсульта восстанавливается, как там еще. Да не обязательно там после чего-то восстанавливается, важно, важен общий подход к тому, чтобы создать условия для самовосстановления. Это, прежде всего, чистота организма, это, прежде всего, спокойствие. Далее идет правильное питание и умеренная физическая нагрузка. Чем я сейчас занимаюсь? Вот я сейчас, помимо того, что выложил свой основной труд «Основы здоровья», я его в свое время переработал в одну книгу. И сейчас я занимаюсь тем, что просматриваю ее еще разок, выделяю то, что следует выделить. И здесь, здесь вот, изложено практически все, что касается здорового образа жизни. Вот я сижу ее тут, вылизываю для того, чтобы вы ей воспользовались. Здесь и очищение, и работа с сознанием, и травы, вот на которых я тут застрял, вот это вот все делаю. Делаю, вот сижу, вместо того, чтобы, как Высоцкий поет, может я хочу гулять, угуривать и мушки. А я вот сижу, сижу тут, делаю то, что я уже давным-давно сделал. Для того, чтобы Вам это было удобно. Чтобы Вы могли воспользоваться этим руководством в различных затрудненных со здоровьем ситуациях. Почитать, узнать, как выйти из той ситуации, в которой Вы оказались. Поэтому вот смотрите, смотрите, читайте. А заодно вот можете, можете на основании этого видео понимать, сколько времени я трачу на то, чтобы, чтобы все это дело работало. То есть все это вылизываю, просматриваю, соответствие, ищу какие-то. Проверяю, чтобы чего-то там такого не было. Противопоказания, подчеркиваю, хотя уже все готово. Я вложу эту книгу, но я вот еще разок ее, лучше слово, чем вылизываю, я не найду. Чтобы оно уже, знаете, как бы сказать, не просто вот текст было, в тексте были различные выделения, чтобы это все как-то было красиво. Так, бессмертник, болиголов, крапчатый. Так, здесь даже нету хранения свойства. Собирает. Сбор собирает. Вот, вот насчет болиголов, я еще не поработал так, чтобы было описание, сбор там. Узина черная. Сбор. И вот так вот я сижу, сижу и занимаюсь тем, что повторяю в который раз проделанную работу. А почему? А потому, чтобы она была, в конце концов, законченной. Такой, как надо. Хотя и так сгодится. Что нельзя вот почитать без выделений там. Можно, конечно, почитать. Но когда выделено, то чувствуется, на что акцентировать внимание надо. Что хотел автор показать важным. Что хотел показать второстепенным. Так. Молодые листья, ванны, косметики. Выделение позволяет читателю более легче ориентироваться в тексте. Жена травянистая, травянистая, черная. Так. Описание. Кстати, я иду сейчас. Вот она у меня книга. Вот она выпущена. Эта книга была в 2000 году. Вот. Но не каждый уже ее найдет. Потому что ее уже не издают. И, скорее всего, издавать не будут. Вот. И я иду по ней еще. Смотрю. 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 Допустим. Тут у меня. Что у меня было. Бузина черная. Да. Валилу Крапчты. Бузина травянистая. Бузина травянистая. А здесь у меня есть бузина черная. Так. Бузина травянистая. То есть это издание, которое я сейчас делаю, оно еще более полное, нежели вот эта вот книга, которая здесь есть. То есть я ее еще дополнил. Чтоб она еще была лучше. То есть раздел трав. Вот так вот я и работаю. Настой. Чтоб вам было ясно и понятно. Способ приготовления, применения. Настой. Корни. Так. Валериана черная. Тревматизм и подагрин. Вот она. Вдруг у вас. Возникнут. Вопросы. А где ж. Как от травматизма подагрин. Да пожалуйста. Стимулирует работу почек. Да. При хронических запорах. При хронических запорах. При хронических запорах. Тревматизм. Вот такая вот работа совершается. Абсолютно. из побуждения того, чтобы сделать труд рабочим кожным заболеваниям. то есть вот так вот собирается вот эта вот народная мудрость обрабатывается. Желательно опробовать бы еще. Так вызвано черное. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Черное. Процежим косметики Валериана от насекомых. И тут она была вызвана травянистой, а тут просто она была по-другому изложена. То есть одно было впереди, другое сзади стояло. Сразу же бросается в глаза ранение, какое может быть корни, свойства, то есть что это за свойства, природа ее горячая и сухая во второй степени. То есть здесь не просто изложено с позиции современной науки, что вот тут, там содержатся такие-то, такие-то вещества, значит они вот так вот и действуют. А совсем иное, как это представляли древние целители и врачеватели, до эры открытия вот этих всех веществ, которые там содержатся, они как раз подходили совсем по-другому. Настойка, а не валерья. Спиртовая настойка, эфирная настойка, вот это все надо просто выделить. И выделяется это все вручную. Сидишь вот так вот и сок, сбор. Сидишь и вот так вот действуешь. При бессоннице, нервном возбуждении. Здесь вот так вот. Работа неспешная. При сердцебиении полностью сердца. И работаешь. Должна быть так называемая усидчивость. Так, еще тут что-то сбор. Детям, детям, детям. Помимо неспешно, а с конвульсиями. Компрессы. Умственное напряжение. Возможно, из-за того, что человек чрезмерно притрудился, ему надо расслабиться, он напрягся. Так, порошок, 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 боли в сердце, порошок. Болосы сердца, так, порошок. Компресс, превоспаление глаз. Вот такая вот работка грань кровавого красная. Опачки. Пошли дальше, описание. Что это такое? Затравушка, муравушка. Разбор применения. Кстати, я еще больше в свое время начал писать свой травник, в котором собираю всю информацию, анализирую ее и делаю свой травник. Этот проект пока отложен, но тем не менее он будет. Вот так вот я работаю, чтобы было понятно. И этой книгой, вот этой вот книгой, да, которая изложена теперь в виде, в электронном виде, я вам рекомендую пользоваться. Не задавать мне вопросы, а заходить на сайт. Вот я его буквально таки на днях должен выложить. И смотреть, что там и как там. Видите, сколько я труда трачу на это. Потрудитесь и вы помочь самому себе. За вас это, увы, никто не сделает.